7 декабря по церковному календарю отмечается День Екатерины. В этот день почитается святая великомученица Катерина, которая обладает большой силой, покровительствует женщинам и браку, наделяет всех женщин особыми способностями, чтобы они могли сделать свою жизнь счастливее. Приметы на 7 декабря говорят, что нужно делать женщинам, чтобы изменить свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему. Святая Катерина была очень красивой девушкой из хорошей семьи, была образованной и очень умной. После крещения к девушке во сне явился сам Иисус Христос, который во сне назвал ее своей невестой и на палец одел обручальное кольцо. Однако умерла Катерина мученически. Она пыталась убедить императора Максимиана принять христианство. Император счел ее красивой и захотел взять себе в жены. Но Катерина ему отказала и была непоколебима в своей вере. За это император приказал ее обезглавить. Согласно поверьям, во время смерти из тела девушки вытекла не кровь, а молоко, а тело ее пропало, так как его забрали ангелы. С того дня святая Катерина очень почитается в народе. Она покровительствует всем женщинам, которые в этот день тоже получают толику ее сил. Сегодня нужно помолиться святой Катерине и попросить у нее женского счастья и благополучия для своей семьи. Святой молятся незамужние девушки о скором замужестве. Женщины молятся о счастливой семье, роженице, чтобы выносить и родить легко, матери, чтобы дети были здоровы и жили в благополучии. Также приметы на 7 декабря говорят, что заговоры и гадания в этот день наиболее действенны. У женщин открываются особые силы, которые помогают им заглянуть за грань и воспользоваться магическими способностями. Приметы на 7 декабря говорят, что то, что женщина сегодня кому-либо пожелает, обязательно сбудется. Поэтому сегодня нужно желать только хорошее и дарить всем любовь. Нельзя ссориться, брониться и ругаться. Не стоит повышать голос на детей, так как любой негатив скажется на чаде. Народные поверья предупреждают, что 7 декабря, в день Екатерины, нельзя делать ремонт обуви, поскольку, согласно приметам, она очень скоро порвется. Кроме того, 7 декабря не рекомендуется надевать новую обувку замужним женщинам, иначе муж начнет изменять. На Руси в этот день была традиция устраивать катание на санях. На передние садились молодожены, едущие к свекрам, а за ними уже следовали все остальные. Езда сопровождалась песнями и громким смехом. В современном мире мало кто может себе позволить кататься на санях, однако, чтобы не нарушать традицию, в течение дня Катерины-санницы надо постараться больше ходить. По возможности нужно прокатиться на санках с горки во дворе, чтобы избавиться от тяжелых мыслей. Тогда, по примете, зима будет удачной и полной приятных сюрпризов. Считается, что в день Катерины не стоит мести утром пол, так как можно вымести из дома достаток и благополучие. Пылесосить тоже не рекомендуется, лучше уборку перенести на послеобеденное время. Согласно поверьям, 7 декабря незамужним девушкам нельзя ни с кем ссориться и злиться, поскольку негативная энергия притянет к себе нечистую силу, которая помешает достижению успеха как в любви, так и в учебе и в работе. Сегодняшний день нужно провести в мирном и хорошем расположении духа. Тогда святая мученица Катерина подарит скорую встречу со второй половинкой. Нельзя 7 декабря стирать вещи руками, так как можно подхватить плохие мысли, которые посещали тех, кто носил эту одежду. В день Екатерины лучше постирать грязное в стиральной машине, тогда вода смоет весь негатив, скопившийся на вещах. В этот день наши предки пытались определить, какой будет зима. Ясная погода в праздничный день указывала на то, что зима будет студеной. Оттепель на 7 декабря указывала на крепкие морозы, которые придут в середине этого месяца. Снег, лежащий на земле, сулил добрый урожай. А если на 7 число земля голая, то и хороших всходов можно не ждать. Снегопад предвещали тусклые звезды, которые плохо просматривались на небе из-за тумана. Если крупный скот потряхивал задними ногами, готовились к заморозкам. В этот день читали специальный заговор для семейного благополучия. Для этого нужно посадить в доме цветы, которые цветут и называются похожи на человеческие имена, например, Василек или Анютины глаз. Когда будете поливать эти цветы, скажите такие слова. Вам расти, а мне, рабе Божьей, с Божьим рабом цвести. Как на вас люди с восхищением будут смотреть, так и раб Божий будет на меня глядеть. Как вами люди будут любоваться, так и мы с рабом Божьим будем миловаться. Ключ, замок, язык, аминь. Чем больше растут цветы, тем меньше ссор и неблагополучия будет в семье. Если 7 декабря тепло, значит морозы придут только после 17. 18 декабря. Оттепель 7 декабря означает, что мороз только через 14 дней будет. Снегопад ожидается, если на Катерину мелкие звезды на небе. Считается, что рожденные в этот день любят пожаловаться. У них, как правило, слабое здоровье. Считается, что родившимся 7 декабря следует носить оникс, как объек. По церковному православному календарю 7 декабря отмечается 13 именин. День Ангела сегодня отмечают Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Симон и Ян. А также День Ангела сегодня отмечают женщины, которые носят имена Августина, Екатерина и Катарина. 7 декабря по православному календарю отмечается День Святой Великомученицы Екатерины. Все женщины, носящие данное имя, справляют в этот день именины. Однако мало кто знает о жизни Святой Екатерины и ее значение в православном мире. Имя Святой Екатерины неразрывно связано с Иисусом Христом. Она родилась в III веке в Александрии в знатной семье. С самого раннего детства она отличалась неземной красотой и незаурядным умом. Получив образование, ей начали искать достойного жениха. Но ни один не стал ее избранником. Родителям она заявила, что выйдет за того, кто превзойдет ее в богатстве, красоте, мудрости и знатности. Тогда мать, будучи в тайне христианкой, повела ее к своему духовному старцу. Он рассказал ей о небесном женихе, красота которого светлее солнца, мудрость его управляет всем созиданием, богатство его разливается по всему миру, а высота рода его неизреченна. Екатерина захотела увидеть жениха. Старец же дал ей иконы Божьей Матери с Иисусом на руках и повелел молиться о даровании виденья Сына Божьего. Позже святая Екатерина совершила таинство крещения, и только после этого во сне ей явился Иисус. Он дал ей перстень, тем самым обручив ее с собою. Когда Екатерина проснулась, то на руке она увидела это кольцо. После этого Екатерина начала нести людям христианское учение, за что была казнена. Имя Екатерина происходит от греческого катариус, что означает «чистое и непорочное». Талисман имени Екатерина – лотос, свет имени Екатерина – синий, камень этого имени – хризалит. Считается, что имя Екатерина подходит по знаку Зодиака, Стрельцу, Козирогу, Скорпиону и Овну. 7 декабря принято поздравлять всех Екатерин с именинами. В День Ангела Екатеринам рекомендуется обратиться к своей заступнице с молитвой и словами благодарности. Считается, что в этот день Ангел-Хранитель будет находиться очень близко и может помочь в любых делах. Если вы хотите обратиться к своему Ангелу-Хранителю за помощью и защитой, то нет ничего лучше, чем молитва. Слова, сказанные от души, от сердца, дойдут до вашего заступника быстрее. Ангел-Хранитель есть у каждого человека. Если вы ощущаете, что в вашей жизни что-то пошло не так, то настало время поговорить со своим небесным защитником. Каковы же слова молитвы Ангелу-Хранителю? Ангел-Хранитель, вразуми меня, направь меня на путь, который приведет к удаче. Защити меня от зла людского и неприятностей житейских. Пусть не коснется меня зависть, пусть не подойдет ко мне беда. Освещай мой путь, наставляй меня, да пребудет со мной сила твоя, да будет так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok